Здравствуйте! Присылаю сегодня новый видеоотчет после сеанса с Давидом. У нас уже было 5 сеансов с Давидом. У нас появились новые успехи. Мы стали самостоятельно кушать. Раньше он кушал, либо я брала его руку, и мы вместе кушали, либо он просто сидел, даже тарелку не брал, либо он только выборочно ел, но ел сам тогда, но это только выборочно. Вчера он начал кушать сам. Мы начали работать над данной проблемой. Когда ты зацикливаешься всё время на ребёнке, ты немного забываешь о том, что он может манипулировать. Я это поняла. Он привык, что по любому его желанию, хотению, он делал всё, чтобы я подходила и его кормила. Но в последнее время я с ним разговаривала, рассказывала, что он может сам, что у него всё получится, что он большой молодец. Начинали мы с толчонки. Он не хотел есть толчонку никак. Я начала ему рассказывать, как эта картошка попала к тебе на стол, что мы её выращивали, что она очень полезна для твоего здоровья, очень питательна. Он подумал и начал кушать. Он подошёл и начал кушать. Правда, 2-3 ложки, но ничего. Я его не докармливала. Вот он сколько съел, только и ушёл. С этого момента мы потихоньку, помаленьку начали кушать сами. Теперь он говорит мне, кушать или ням-ням. Я несу ему тарелку, ставлю за его столик. Он садится и ест сам. Берёт ложку и ест. Меня даже в комнате может не быть. То есть я поставила и пошла заниматься своими делами. Он покушал, всё без проблем. Пьёт он тоже сам, кружечку берёт, спокойно пьёт. И говорит, пить, если хочет пить, пить. Вот. Это тоже наше множество. Также у нас идёт противостояние самому долго ходить на улице. Он долго не хочет ходить на улице. Начинает капризничать, садиться на землю и сидеть. Мы испробовали метод Давида. И я засняла, как он себя ведёт в этот момент, как он сидит. Что он говорит. Какие его действия. И когда он в очередной раз опять сел на землю, я показала ему видео, где он себя так живёл. Он посмотрел его и через некоторое время встал и пошёл. То есть, увидев сам себя, как он себя ведёт, он понял, что так делать нельзя и начинает делать по-другому. Так же и в еде мы, когда начинали кушать, я ему показывала, когда он сам кушает, сам себя смотрит, он сразу, у него появляется стимул, и у него лучше это получается. И он сразу понимает, ага, кушает, ага, пошёл. Не сидит, не капризничает, а встал и пошёл. То есть, метод того, что ребёнок сам себя видит со стороны, тоже очень хорошо помогает нам. Дальше будет больше. И мы над этим работаем. У нас всё хорошо, настроение хорошее, замечательное. Если есть какие-то капризы, или что-то ему не нравится, я начинаю ему объяснять, он послушает это всё, поймёт. И дальше идём по тому же методу. Большое спасибо. До новых встреч.